Они подобны ржавчине, только портят не металл, а наши клетки. Свободные радикалы. Неужели от них есть польза? Попробуем разобраться. Вдох и лёгкие человека наполняет кислород. Здесь его подхватывают сосуды и разносят по всему организму. Большая часть уходит в энергию, а из остатка образуются молекулы. Их-то и называют свободные радикалы. Это нормальный процесс, который протекает у нас в организме всегда. И свободные радикалы образуются в клетках, в митохондриях, постоянно, в небольших количествах. Свободный радикал – хищник. Необычная молекула, у которой на внешней орбите не хватает одного электрона. И она делает всё, чтобы этот электрон себе заполучить. Когда она сталкивается с другими молекулами, она просто отбирает этот электрон. И мы говорим, что она восстановилась и окислила ту молекулу, с которой встретилась. Окислила молекулу. Звучит пугающе. Но всё не так страшно. Свободные радикалы отбирают электроны у болезнетворных микроорганизмов. Тем самым убивают их и защищают нас от болезней. Правда, некоторые радикалы, так скажем, остаются без работы. И для того, чтобы они своей чрезмерной активностью не приносили вреда организму, у нас есть своя собственная антиоксидантная система, которая состоит из ряда ферментов. С оставшимся неудел, свободным радикалом, связывается фермент и удаляют его. Но бывает и так, что ферменты не справляются. Одна из причин – старение. Когда у нас антиоксидантная система внутренняя нашего организма, нам уже не помогают и не позволяют свободные радикалы выводить. Стресс, радиация, выхлопные газы, табачный дым, ультрафиолет – всё это нас ослабляет и делает радикалы агрессивными. Они начинают нападать на здоровые клетки. Если свободный радикал поражает молекулу ДНК, то из-за её обломков могут начать формироваться раковые клетки. Принимайте антиоксиданты! Велнос-пэк создан, чтобы подарить красоту изнутри каждому. Он богат витаминами, минералами, жирными кислотами и антиоксидантами. Я сам принимаю его каждый день, чтобы всегда быть в форме. Но что в действительности в них содержится, давайте выясним. Один из трёх основных ингредиентов Велнос-пэк – мощнейший антиоксидант астоксантин. А теперь мы встретимся с доктором Ак-Лигнеллом, который разработал уникальный метод получения этого антиоксиданта. Сначала нужно было выделить водоросль шведского архипелага и поместить её в лабораторию для культивации в оптимальных условиях. Здесь, в Густавсберге, началось промышленное производство астоксантина. В первой его фазе, зелёной, водоросль размножается и многократно увеличивает свою биомассу. Во второй фазе, красной, она становится зрелой и содержание астоксантина достигает максимума. В последней фазе мы высушиваем водоросль и измельчаем в порошок, который заключаем в капсулы. Когда вы принимаете астоксантин, он накапливается в коже и нейтрализует свободные радикалы, образующиеся под воздействием ультрафиолета, курения и плохой экологии. Таким образом, астоксантин защищает клетки кожи от повреждения и заботится о её красоте. Когда дело касается красоты кожи, огромное значение имеют процессы, протекающие в её глубинных слоях. Вот почему концепция «красота изнутри» так важна. Толщина кожи не более миллиметра. Она свободно поглощает солнечные лучи. Поэтому здоровое состояние её внутренних слоёв также необходимо для внешнего вида кожи, как и наружный косметический уход. Ультрафиолет, точнее, образующиеся под его влиянием свободные радикалы, нарушают этот здоровый баланс. И когда клетки кожи повреждаются, кожа начинает терять эластичность, упругость, появляются морщины. Астоксантин – это мощный нейтрализатор свободных радикалов. Он проникает в клетки кожи из кровотока сквозь клеточную мембрану и тут же начинает свою работу по обезвреживанию свободных радикалов. Наши исследования подтверждают, что приём астоксантина в течение шести недель не только улучшает эластичность кожи, но и уменьшает выраженность морщин. Так что концепция «красота изнутри» отлично работает вместе с нашей косметикой, которая дарит коже полноценный уход снаружи. Продолжение следует...